Внимание! Требуется ваша помощь. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность человека, которого вы видите на своих экранах. Этот мужчина подозревается в серии Краш. Посмотрите внимательно. Если вы знаете этого человека и располагаете сведениями о его местожительстве, срочно позвоните по указанным телефону. Тем временем личности двух мужчин, которых мы показывали в патрульной службе в начале недели, установлено. Спасибо за содействие. 18 апреля 2019 года оперативным штабом в Тверской области на территории Твери проведено учение по пресечению террористического акта. По сценарию учений группа вооруженных преступников попыталась провести взрывчатку на грузовике, но была остановлена экипажем дорожно-патрульной службы для проверки документов. Условные террористы скрылись на территории Тверского порта и захватили заложников. Для безопасности населения силовики оцепили район порта. Находившиеся в ближайших домах люди эвакуированы. От переговоров преступники отказались и предприняли попытку прорыва оцепления. С учетом обстановки оперативным штабом проведена контртеррористическая операция. Подразделения специального назначения под прикрытием бронетехники провели штурм захваченного здания. В результате оперативно-боевого мероприятия заложники освобождены, а все преступники нейтрализованы. Предпринятыми мерами ликвидирована угроза жизни и здоровью граждан. Проведены мероприятия по меминизации последствий террористического акта. В рамках учения региональной группировкой сил и средств отработаны практические вопросы противодействия терроризму. Напоминаем, предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности каждого из нас и нашей готовности к взаимодействию с органами правопорядка. Телефоны доверия на ваших экранах. В пять часов вечера 14 мая в московском районном суде города Твери началось соглашение приговора в отношении жителей Твери Виктории Польшиной и Ильи Барсукова, обвиняемых в жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Большую часть времени вердикт судьи слушала одна Польшина. Барсуков опоздал, обозначив свой визит на оглашение приговора громким стуком в дверь. Время психической расстройки слабоумен, либо имя болезни в состоянии психики, в период правонарушения, в котором подозревается, мог и в настоящее время может остановить фактический характер и общественная опасность своих действий руководить вины. Возможно, Барсуков, впрочем, как и Польшина, были уверены, суд не признает их виновными. На нашей памяти дело такого рода в Тверском суде рассматривается впервые. Но суд признал Польшину и Барсукова виновными и приговорил. Барсукова Львов Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотрено пунктами Агвая, частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде справедливых работ на один год с удержанием 10% заработка в доход государства. Польшину и Барсукову Средиславу признать виновным в совершении преступления, предусмотрено пунктами Агвая, частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде справедливых работ сроком на один год с удержанием 10% заработка в доход государства. Вы согласны с приговором? Я не буду давать к нему. Виктория, на вашу подор, скажите. Вам жалко кота? Вы будете обжаловать приговор, молодые люди? Как мы уже сообщали, теперь уже осужденные устроили публичную казнь над котом, разместив смерть животного в сети интернет. Сами они утопление взрослого живого животного в баке с водой преступлением не считают. В последнем слове Илья сказал именно это. Мол, в ту минуту выбрал самый гуманный переход для котика в мир иной, предварительно подогрев температуру воды. Хотя, по утверждению допрошенного ранее специалиста ветеринарной поликлиники, температура воды никак не меняет жуткие страдания несчастного животного. Виктория, хозяйка кота свое участие в преступлении признала частично. В содеянном раскаялась и в последнем слове сказала, что сейчас бы отнеслась ответственней к поиску новых хозяев для своего надоевшего питомца. Как-либо комментировать свой поступок на камеру подсудимые отказались. Зачем вы это сделали? Для чего? Я не буду говорить. А это ваш кот был? Большой? Вы любите животных? Скажите, вы признаете себя виновным? Признаете себя виновным? Я скаминовую. Многие после сообщения о приговоре заметили. Мало дали. Статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Живодером назначено исправь работы. Главное, на наш взгляд, то, что дело доведено до суда. И суд признал этих людей виновными. Возможно, кому-то дикий поступок Польшина и Барсукова послужит уроком и не даст поднять руку на беззащитное животное. Приговор в законную силу не вступил. В Дворце культуры Пролетарка состоялся торжественный галоконцерт победителей конкурса художественной самодеятельности среди сотрудников уголовной исполнительной системы Тверской области. Торжественное действие уже не в первый год проходит в канун праздника Победы. Концерт составлен из лучших номеров смотра конкурса художественной самодеятельности «Земля Тверская. Источник вдохновения», посвященного 140-летию уголовно-исполнительной системы России. Лучшими коллективами признаны ИК-6 «Бежецк» – третье место, ИК-7 «Ржев» – второе место, первое место у исправительной колонии номер один. Гран-при конкурса вновь завоевали сотрудники исправительной колонии номер 10.